Уже через несколько лет самым прогрессирующим заболеванием в мире станет депрессия. Такие прогнозы делают врачи. На сегодня примерно 60% украинцев страдают от неврозов. Если каждый не постарается оградить себя от негатива, отмечают психологи, неутешительная цифра будет расти, особенно если учитывать напряженную ситуацию в Украине. Как не дать стрессу выбить себя из колеи и настроиться на позитив, узнавала Виктория Печерская. 70% столько запорожцев, обратившихся в этом году к психотерапевтам, получили диагноз тревожно-депрессивное расстройство. Причиной тому врачи называют нестабильную напряженную ситуацию в Украине. Особенно подвержены стрессом люди эмоциональные и впечатлительные. Люди, которые с тревогой ожидают очередной выпуск новостей. Люди, которые находятся в состоянии постоянного хронического стресса. Так вот, нас с вами отличает от острой ситуации временной промежуток. Мы получаем этот стресс порционно, он становится для нас хроническим и уже не становится шокирующим и моментальным. То есть у нас с вами есть время для психологической переработки полученной информации. И то, каким образом мы эту информацию переработаем, как мы ее сублимируем, зависит то, как мы на нее отреагируем. Психологи советуют любую информацию воспринимать максимально спокойно, а также решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, рекомендуют следить за своим психологическим состоянием, чтобы не допустить депрессии. Первыми признаками недуга называют хроническую усталость по утрам, безразличие к окружающему миру, ухудшение памяти и не только. Что касается самих потребностей, у человека может возникать, их не возникать, ему может просто ничего не хотеться. Ну, начиная от того, что он не может определиться, что он хочет поесть, что он хочет одеть, что он хочет сейчас делать. Ну, как будто бы это все равно. Самое такое, оно более важное, человек ничего не планирует, у него утрачивается функция целеполагания и планирования, которая, в общем, является побуждающей для активности. При наличии всех вышеперечисленных признаков нужно обращаться за помощью к психологам. А чтобы не впасть в депрессию, специалисты дают советы. Не зацикливаться на негативе, чаще гулять на свежем воздухе, проводить время с друзьями, смотреть любимые фильмы, заниматься спортом и спать не менее шести часов в сутки.